Многие подвиги считаются легендарными, как не имеющие документального подтверждения. Одна из таких легенд – небывалый авиадесант под Москвой, когда бойцы выбрасывались из самолета без парашютов. Всего за 10 минут я покажу вам все, что известно об этом уникальном случае. И к концу видео вы сами решите, насколько эта легенда соответствует действительности. Итак, поехали! Ноябрь 1941 года. Москва. Не пройдет и месяца, как красная армия перейдет в контрнаступление, и враг будет отброшен. В тылу уже копятся силы для удара, генералы кропят над картами и планируют будущую успешную операцию. Но все это будет потом, а пока немец давит, идут тяжелые бои, то там, то тут рвется оборона, и каждый прорыв представляет собой смертельную опасность для столицы. Вылетевший на разведку пилот, вернувшись, принес страшную весть. Несколько десятков танков смяли части ополченцев и прорвали фронт на ширине 6 километров. Командование этого сектора обороны знает, что никаких воинских частей перед немецкими танкистами до самой Москвы нет. Чтобы организовать оборону, необходимо задержать немцев хотя бы на несколько часов. Под руками есть свежий, только что прибывший батальон, его срочно доставляют на аэродром. Пока солдаты судачили о своем и готовились к неизбежному бою, комбат в домике начальника аэродрома слушал приказ. «Батальон в нужную точку доставят самолетами. Садиться там негде. Будет выброска. Вопросы есть? Да, у меня бойцы простые пехотинцы. Опыта десантирования не имеют. Нужны несколько инструкторов, чтобы показали бойцам, как обращаться с парашютом». В ответ он услышал. «А парашюта в комбат нет». Присутствовавший летчик пояснил. «Самолеты будут идти на самой низкой высоте и минимальной скорости. Вот здесь противотанковый ров. Самолеты падут вдоль рва. Выбрасываться солдаты будут на его склон. Удары при приземлении будут скользящими. Слой снега смягчит падение. Вторым заходом будут выброшены пулеметы, противотанковые ружи, боезапас, провизия». Еще вопросы есть? Никак нет. Как ставили эту задачу бойцам? Какие слова говорили? Неизвестно. Но батальон погрузился в полном составе. Самолеты взлетели. При выброске погибли более четверти. Вывихи, ушибы считались легкими ранениями. Оставшиеся в живых заняли оборону. Батальон принял на себя удар, остановил врага и в течение суток отразил три атаки. К вечеру от 900 человек осталось менее сотни. Батальон оказался в окружении. Попытка организовать прорыв не увенчалась успехом. То, что я сейчас рассказал, конечно, не подтверждено документами. Эту историю о небывалом Можайском десанте поведал писатель Юрий Сергеев в своем романе «Княжи остров». Художественное произведение не претендует на документальность, но автор уверяет, что все описанное им имело место. По словам Сергеева, это был полк сибиряков с Алтая. Автор писал, что беседовал с летчиком одного из самолетов, на котором летели десантники. Встречался с медсестрой из этого полка. Писатель сообщал, что некоторые десантники дожили до конца войны. И что в ЦК до сих пор хранится папка с описанием подвига, на которой стоит гриф «Секретно». Нет ни номера полка, ни точного места, где все произошло, ни одной фамилии. Многие из нас познают законы физики в военных онлайн-играх и стратегиях, поэтому кому-то все это может показаться какой-то не очень удачной легендой. Но есть свидетельства, которые так просто не проигнорируешь. Вот что об этом писали наши враги в той войне. Немецкий писатель Ольгмар Гова в книге «Внимание парашютиста» 1953 года утверждал, что зимой 1941 года под Ельней русские пехотинцы выбрасывались с транспортных самолетов на бреющем полете в глубокий снег. При этом большинство солдат не получало никаких повреждений. Французский историк Жан Мобир в книге «Война в Белом Аду» «Немецкий парашютист на Восточном фронте с 1941 по 1945 год» также писал, что в январе 1942 года под Юхновом тики русские выбрасывались без парашютов в снег с медленной и низкой летящих самолетов. Книга написана на основании документов и воспоминаний участников событий. Профессор Хейтли, автор книги «Парашютные войска во Второй мировой войне», также утверждал, что русские парашютисты весьма успешно применяли десантирование без парашютов с пяти метров в глубокий снег. Упомянул об этом Вальтер Швобедиссон в книге «Сталинские соколы. Анализ действий советской армии в 1941-1945 годах». Ему вторят Кесселлинг и Гудериан в книге «Итоги Второй мировой войны. Выводы побежденных». Теоретически такое десантирование было вполне возможно. Десантно-грузовой самолет ТБ-3 мог снизить скорость до 60 км в час. Перейдя в посадочный режим, самолет шел в нескольких метрах над землей. И самое важное, вариант беспарашютного десантирования в СССР действительно разрабатывался еще в 30-х годах. В начале 30-х годов с подачи Тухачевского было создано особое конструкторское бюро, впоследствии экспериментальный институт, который возглавил Павел Гроховский. Разделяя идеи Тухачевского о создании десантных войск, ВКБ занимались проблемами доставки и воздушной выброски грузов, боевой техники и личного состава. Были разработаны так называемые «кассеты Гроховского», транспортные контейнеры, крепившиеся под крыльями самолета, в которых размещались грузы и техника. В нужный момент летчик тянул за рычаг, кассеты отделялись от самолета и спускались на автоматически раскрываемых парашютах. Были и варианты контейнера для людей, рассчитанные на 8 и 16 десантников, в зависимости от модификации кассеты. Первым, кто десантировался новым способом, был сам изобретатель Павел Гроховский. Следующим были его жена Лидия Гроховская и чертежница Кулешова. ВВС еще только присоединялись к кассетам, а гражданская авиация уже вовсю их использовала. Там, где самолет не мог сесть, горы, леса, пересеченная местность, грузы выбрасывали с кассетами Гроховского. И именно в кассетах пилот Молоков вывез 39 из 104 челюскинцев. И вот Гроховскому пришла в голову мысль о десантировании вообще без парашюта. Даже его сотрудники, привыкшие к сумасшедшим идеям начальника, сочли ее абсурдной. Под самолетом подвешивался авиабус, контейнер с колесами, который предполагалось сбрасывать с высоты 2-3 метра. Были изготовлены несколько вариантов. Пассажирские, грузовые, металлические, деревянные и зимний вариант на лыжах. В присутствии Сталина на центральном аэродроме были проведены испытания. В полном смысле этого слова приснули своими жизнями все тот же Гроховский и его заместитель Иван Титов. За штурвал самолета сел Чкалов, который мастерски произвел выброску. Только Титов сильно ударился и на некоторое время потерял сознание. Сталин, похвалив разработчиков, однако заметил, что достаточного количества Чкаловых, способных на такой трюк, в стране пока еще нет. И не дал команды на внедрение беспарашютного метода десантирования в РККА. Не знаю, может быть в 1941 году и позже использовались именно кассеты Гроховского. А может быть прыгали просто в снег. Но то, что такой приказ мог быть отдан, я считаю вполне реальным. Ведь в то тяжелое время отдавались и более страшные приказы. А зимой 1941 года, когда на кону стояла судьба нашей Родины, многие готовы были отдать свои жизни и отдавали их как по приказу, так и без. Так был или не был тот отчаянный Можайский десант? Думаю, что архивы рано или поздно ответят нам на этот вопрос и расскажут нам всю правду. Ну а если вам есть что добавить к этой истории, пишите в комментариях к видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok